Всем привет, с вами Лена. Сегодня на моем канале будет видео о том, как я обрабатываю свои фотографии в приложении Snapseed. Это приложение есть как на Android, так и на iPhone, и оно, конечно же, бесплатное. Перед тем, как посмотреть это видео, не забывайте подписываться на мой канал, поддерживать мои видео лайками. А, да, и не забывайте подписываться на мой Instagram и TikTok. Ссылочки обязательно будут в описании под этим видео. Ну, а мы приступаем. Итак, открываем программу Snapseed. Переходим в инструменты. Коррекция. Здесь есть такие базовые настройки, как яркость, контрастность, насыщенность, тепло, но благодаря им уже фотография может принять совершенно другой вид. Далее переходим в инструменты резкость. Пальчиком ползунок вправо, либо же влево. Если же мы хотим настроить структуру, для этого пальцем вверх. Далее есть такая функция, как перспектива. Эта фотография у меня снята сверху, поэтому я беру и пальцем тяну вверх. Для того, чтобы камеру сместить правее, либо же левее, нужно пальцем провести либо вправо, либо же влево. Есть функция произвольная. Для этого мы берем фотографию за центр и тянем ее в тот край, который нам нужен. При этом в этой функции мы можем растянуть отдельный край фотографии. Также есть такая функция, как масштаб. Эта функция может помочь вам стать выше и стройнее. Очень хорошая функция поворота. Фотография не уменьшает свой размер, а программа сама заполняет автоматически те участки, которые не были сфотографированы более-менее похожими участками с нашей фотографии. Следующая функция, которую я бы хотела вам показать, это функция расширения. Тянем за верхний ползунок и таким образом мы увеличиваем на фотографии небо. Можем посмотреть, как у нас изменилась уже фотография и я стала вместо гномика нормальным человеком. Также есть функция HDR. Выбираем люди и можем менять интенсивность этого эффекта. На некоторых фотографиях эта функция смотрится очень круто, но в данном случае я немножечко ее применю. Также есть такая функция, как портрет. Работает она таким образом, что наше лицо становится светлее, а все, что вокруг лица, немножечко темнее. То есть просто осветление вашего лица, чтобы на него приходилось больше внимания на этой фотографии. Есть еще очень полезная функция точечная коррекция. Это просто функция для того, чтобы замазать прыщики, либо что-то добавить, что-то убрать с фотографии. Но она здесь работает не всегда очень хорошо, я бы сказала. Поэтому для этого лучше использовать другие приложения. Например, Photoshop Fix, если я не ошибаюсь, так она называется. Еще одна функция этой программы это кисть. С помощью нее можно точечно изменять какие-то оттенки, либо же цвета, либо светлее, либо темнее делать определенные детали на вашей фотографии. Я выберу насыщенность и поставлю ее на минус 5. Затем проведу по всему сену и уберу немножечко насыщенности с этого участка. Но при этом я не сделаю его черно-белым. Также я уберу насыщенности со своих волос, чтобы придать им более такой холодный оттенок. Можно, например, выбрать яркость, поставить ее на 0,7 и сделать светлее, например, этот столб. Для того, чтобы он был белого цвета. Очень хорошо подходит эта функция для тех, кто ведет профиль в белом стиле. Либо же фотографируется на фоне чего-то белого и хочет, чтобы его фон был реально белым, а не тусклым серым. Еще один очень полезный инструмент это выборочная коррекция цвета. Нажимаем, например, на небо и у нас появляется вот такой вот кружочек. Выбираем цвет, который мы хотим изменить. Для того, чтобы выбрать между яркостью, насыщенностью, контрастностью и структурой, мы проводим пальцем вверх, либо же вниз. Для того, чтобы изменить характеристики, например, яркости, вводим пальцем вправо-влево. Чтобы увеличить, либо же уменьшить диапазон, мы двумя пальцами либо расширяем, либо сужаем эту область. Чаще всего эта функция подходит для того, чтобы убрать насыщенность с белого цвета, и тогда убирается желтизна. А также, например, убрать синеву с черного цвета, либо же сделать его более контрастным и темнее. Также с помощью этого можно придать коже загар. Ставим маркер на лицо, ну, либо же на другой участок кожи. Яркость делаем вниз, контрастности прибавляем, насыщенность чуть-чуть убираем. Структуру убирать можно, тогда кожа будет более гладкая. Вуаля, до, после. Также есть такая функция, как размытие, но мне не нравится вот эта вот виньетка по бокам, поэтому я ее полностью всегда убираю. Но размытие иногда оставляю, чтобы как-то придать, наверное, глубины фотографии. Также можно добавить текст. Дважды щелкаем на него и добавляем текст, который вам нужен. Можете также менять цвет текста, либо же инвертировать. Тогда у вас получится вот такая фотография в рамочке и с текстом. И вот смотрим, что у меня получилось. Вот таким образом можно исправить любую фотографию, даже если она у вас не получилась. Осталось только наложить фильтр в Lightroom. Ну и все, можно выкладывать фотографию. Ну что ж, вот такая фотография у меня получилась. Я надеюсь, что вам было интересно и полезно это видео, и вы не знали до конца все возможности программы Snapseed. На самом деле, это одна из моих самых любимых программ. У меня их на самом деле очень мало. Мне достаточно всего лишь 4, может максимум 5 программ, в которых я могу обработать идеально фотографию на свой вкус. Но, в принципе, и двух программ мне также хватает. Также могу сделать видео на эту тему, как я, в принципе, обычно обрабатываю в последнее время свои фотографии. Если, конечно же, вам это интересно, обязательно оставляйте комментарии, и тогда я смогу снять для вас подобное видео. Не забывайте переходить на мой развлекательный канал, чтобы посмотреть мои прикольные и смешные скетчи. Ссылочку обязательно также я оставлю в подсказках, либо в описании под этим видео. Ну и, конечно же, лайк, подписка, колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну а с вами была Лена. Всем удачных фотографий. Всем пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»